Анна Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Интерес к Японии у каждого человека возникает по-разному. Кто интересуется, конечно, Японией. Вот у вас как он возник? Знаете, я думаю, что он возник у меня очень естественным путем. Когда я училась в школе, когда я заканчивала школу, это были 80-е годы 20 века, мы интересовались всем. Примерно одинаково, потому что была одинаково малая информация о других странах, а тем более о таких экзотических, далеких и своеобразных, как Япония, труднодоступных. Поэтому, когда я была студенткой, и у меня появилась возможность изучать японский язык, я бросилась на эту возможность моментально, не раздумывая. Языка. Да. Я начала заниматься Японией с языка, и уже потом выкристаллизовался интерес именно к искусству. И так вот постепенно я в течение нескольких лет, десятилетий даже, шла к той специализации, в которой я сейчас работаю. Я искусствовед, японист и занимаюсь декоративно-прикладным искусством Японии, особенно керамикой и фарфором. Вы же, наверное, побывали в Японии. Да. Вот первые ваши впечатления от этой страны, вы мечтали, наверное, туда? Безусловно. Мечтала и фантазировала. И как это обычно бывает, какие-то фантазии сбылись и продемонстрировали себя вот в живе, а какие-то представления оказались ложными, оказались просто неудачными. Хотя мне очень сильно повезло, когда я в 2004 году впервые попала в Японию. Я попала благодаря гранту Японского фонда. Это организация, которая очень помогает зарубежным исследователям Японии изучать язык и заниматься своими профессиональными вопросами. Японский фонд предоставил тогда изумительную программу стажировки, которая очень ненавязчива, но очень деликатна, но очень серьезно знакомила нас, студентов, стажеров, вот именно с настоящей Японией. И, в общем, я думаю, что моя любовь к Японии, она не пошатнулась от первого визита, а наоборот, она стала гораздо глубже, потому что легко любить то, что все прекрасное. А когда есть сложности, непонимание, если есть какие-то даже разочарования, вот тут любить гораздо сложнее. Это как человека любить. Но, тем не менее, эта любовь крепче. А разочарование в чем у вас произошло? Я думаю, что это реакция любого человека, который приезжает в Японию. Когда вы приезжаете в Токио и видите бесконечные бетонные коробки новостроек, когда вы видите этот чудовищный мегаполис, который как спрутер расползается вокруг себя. Естественно, это не то, что вы хотите увидеть в Японии. Вам кажется, что это должны быть храмы, сады, еще что-то, пруды. Вот эта вся Япония гейши-самураи. Очень тяжело было и жить в Токио, и ориентироваться в Токио, и вообще как-то допускать саму мысль, что и это тоже Япония. Япония, которая живет в современности. А там вы уже соприкоснулись с декоративно-прикладным искусством, наверное, да, когда были в Японии? Ну, вообще... Вот именно настоящее, вот японское там, на той земле. Ну, конечно, да. Тогда уже был более или менее оформлен интерес к искусству, японику культуре в широком плане, но вот уже такое заострение на прикладном искусстве, на керамике, оно произошло несколько позже. В 2007 году мы с моей коллегой, я тогда работала в государственном Эрмитаже, и замечательный хранитель японских фондов керамики и фарфора Татьяна Борисовна Арапова предложила мне, еще молодому сотруднику принять участие в формировании выставки керамики в ее организации. И вот это был просто золотой шанс. Я наконец поняла, что керамика – это именно то, что мое. А вот почему вы поняли, что именно это ваш шанс? Вот что вас там поразило? С чем вы столкнулись, когда делали эту выставку? Ну, я не знаю, это трудно объяснить. Материал ведь он очень такой свой обычный, капризный. Любой материал ждет своего исследователя и ждет своего человека. Металл, лаки, кость. Здесь надо… Это на уровне какого-то физиологического, физиологической реакции. Я… Когда я держу керамические предметы в руках, я в первую очередь, меня поражает то, что это земля. Да, это же глина. Это глина, это просто земля. Это то, из чего, согласно мифологии 99% народов мира, сделан сам человек. Да? Человечка вы вылепили из грязи, из земли. И вот когда эта грязь через огонь, через руки мастера, через его глаз становится произведением искусства, меня это завораживает. И действительно, мне очень повезло, потому что в Японии я познакомилась со многими замечательными художниками, мастерами, которые уже мастера-керамисты во многих поколениях. И вот это мое ощущение «чудо» керамики, оно только утвердилось благодаря вот этим замечательным художникам. Вы видели, как они сделали? Да, да. Я побывала во многих мастерских. И в мастерских, когда происходила лепка, формовка изделий и на обжигах, когда топятся печи для того, чтобы эта керамика обжигалась. Это замечательный опыт, и он очень профессионально полезен. Нельзя заниматься прикладным искусством, не зная, как это сделано. Да вообще любым искусством нельзя заниматься, если ты не понимаешь, как это сделано. Но тут это еще и необыкновенно красиво. И, естественно, в Японии это очень своеобразно, со своими традициями очень глубокими. А вот все-таки чем отличается? Вот у нас же тоже делают керамику. Да. Тоже? У глины много? Да. А почему, вот чем отличается их изготовление керамики от нашего? Ну, я не могу вам сказать, что глину как-то еще смешивают с чем-то или это чистая глина? Во-первых, глин очень много. Они разные и в России, и в Японии, и везде глины. Вот буквально в пяти километрах друг от друга могут стоять две деревни, которые будут делать совершенно разную керамику, потому что у них будут разные источники глины. Мне кажется, что не надо сравнивать, собственно, керамику. Гораздо важнее сравнить отношение к керамике и к традиции. Япония в свое время сделала керамику буквально своим национальным символом. И вкладываются огромные государственные деньги на поддержание этого ремесла и искусства, несколько ассоциаций керамистов. Это специальный титул живого национального сокровища мастера, который несет традицию, передает ее своим ученикам. Это действительно очень большой государственный проект по поддержанию керамики как национального искусства. К сожалению, у нас такого отношения к керамике в стране нет, хотя традиции, местные традиции керамики, они существуют в разных концах нашей страны. Это очень интересные. Мы узнаем, что мы знаем, гжель, например. Но ведь гжель – это одна из очень многих типов керамики в России. И сейчас, конечно, молодые художники, мастера и кураторы вкладывают очень много души в то, чтобы вот эти вот керамические традиции России возродить или их уже, скажем, продвинуть дальше к современному искусству, к нашей современности. Но это у нас медленный процесс, и он такой пока на энтузиастах только держится. Ну а в Японии там несколько направлений, да? Керамика в разных районах, наверное, она разная, вы бы сказали, да? Вот какая? Названия, может, какие-то? Ну, есть знаменитые старые печи Японии, которые открылись еще в XII веке. Это так называемые шесть ранних печей. Это бидзен, тамба, эти дзен, сигараки, сетто. Это вот такие самые известные типы керамики. Но очень разнообразная керамика развивалась в Киото. Это и керамика тонкостенная, светлая, с росписями-эмалями, очень изящная, изысканная такая киотовская керамика. А с другой стороны, в том же Киото работает до сих пор уже 16-е поколение мастеров раку, которые считаются самыми чайными керамистами. Они делали чайную керамику для основателей чайной традиции, для Сен-Нори-Кю. И они не сопоставимы. Вроде бы один город, но это абсолютно разные типы керамики. И по качеству черепка, и по качеству декора, и по настроению. Керамика Кёяки яркая, элегантная. Керамика раку сдержанная и непритязательная. И таких случаев огромное количество. В любом городе можно назвать несколько сотен типов японской керамики, которая вот в разных местах, в разных городах, начиная с самых южных островов и заканчивая севером Японии развивалась. А современная керамика, она сильно отличается от той старинной керамики японской? Самое интересное, что современные японские мастера и художники, я вот сегодня буду читать лекцию об современности японской керамики. Вот самое интересное, что они берут старую технологическую традицию или стилистические некоторые приемы, и они их как бы транспонируют в современность. Они их переводят и заставляют говорить современным языком. Это тоже поразительное умение, взяв старое, его обновить, сделать современным, даже остро современным, актуальным, приблизить к нашему времени. И в Японии сейчас работает блестящая плеяда мастеров, художников, которые, как правило, это уже не потомственные гончары. Многие из современных художников уже заканчивали Академия художеств, Токийский университет искусств, в Киото такой же, в старых гончарных местах возникают свои учебные заведения. То есть они уже получают художественное образование, и они, собственно, уже не ремесленники. Они действительно художники, которые просто используют язык старых ремесленных традиций для того, чтобы говорить в искусстве. С 19 века японская керамика стала проникать в западноевропейские страны. А вот сегодня какое отношение в Европе к японской керамике? Насколько она интересна? Она исключительно интересна. Ее собирают. Это один из самых интересных коллекционных материалов. Существует огромное количество галерей по всему миру в Соединенных Штатах Америки, в Англии, во Франции, в Германии, в Австралии, даже в Китае, на Тайване есть коллекции японской керамики, не говоря уже о России. У нас, к сожалению, мы немножечко запаздываем с коллекционированием. Да, но... Это связано вроде тоже так же все происходит. Ну, это наша, это же история нашей страны, поэтому мы можем прекрасно понимать, что, например, если коллекции японской керамики в Европе начали формироваться в 20-е годы 20-го века, то в это время России было несколько не до японской керамики. Да и вообще было не то время, когда можно было создавать новые коллекции. А в Эрмитаже что хранится, какие экспонаты? В Эрмитаже интересная коллекция фарфора и керамики Японии, значительная коллекция в Государственном музее Востока в Москве, где я сейчас работаю. И это такие взаимодополняющие коллекции. Вот мне повезло знать и ту, и другую. Поэтому я могу сказать, что, конечно, у нас есть замечательные экземпляры, у нас представлены все ведущие школы японской керамики, так, может, хотя бы единичными экземплярами, но представлены. Ну и вот этим я, исследованием, изучением этих коллекций я, собственно, и занимаюсь. Ну, как я знаю, вы тоже коллекционируете керамику? Знаете, я не коллекционер. Вообще, музейщики... Есть определенный кодекс, да, этический кодекс, который работает по отношению к музейным сотрудникам. Мы не собираем, мы не коллекционируем для того, чтобы не ставить, не создавать конфликты между нашей работой, нашей обязанностью хранить предметы государственных коллекций и личной коллекции, которая у нас есть. Но те предметы, которые я в том числе сегодня привезла сюда, в Ульяновск, эти предметы покупались как учебный материал. На протяжении нескольких прекрасных лет в государственном Эрмитаже я была куратором студенческого клуба, секции «Восток» студенческого клуба Государственного Эрмитажа. И, в общем, для именно таких педагогических целей я покупала. Ну и, конечно, просто потому, что невозможно было удержаться. Но я действительно их покупаю, привожу, любуюсь. Но это не последовательное коллекционирование. Я все-таки не коллекционер. Хотя многие музейные сотрудники, когда попадают, наконец, в страну изучаемое искусство, они покупают очень много. И замечательные вот мои коллеги, например, по Музею Востока, они создают такие коллекции, которые потом передают в дар музею для того, чтобы они продолжали жить уже в коллекциях. Может, немного об экспонатах расскажете, которые у вас есть? Как они вообще попадали к вам? История, наверное, есть у каждого из них? Ну, история у всех одна. Они покупаются. Безусловно, очень редко я получаю в дар какие-то вещи от мастеров, и это всегда чрезвычайно приятно. Но вот какие-то особые покупки, особые приобретения, наверное, они связаны с, ну, скажем, с каким-то эмоциональным, эмоциональной аурой покупки. Вот часть предметов коллекции, которые сегодня я привезла сюда, они представляют в том числе и шесть ранних печей. Это керамика битзен, это керамика тамба и сигараки. Вот часть этих вещей я купила на огромной керамической ярмарке. В Японии Киото устраивается, по-моему, в августе, если я правильно помню. Это 10 дней или неделя августа, когда главная улица Киото превращается в один огромный керамический рынок. Выставляются. И это невероятный праздник, это такой фестиваль. Я просто каждый раз, когда я смотрю на эти вещи, я вспоминаю эти звуки, эти запахи, эту гуляющую толпу, эти фейерверки. Вот это ощущение необыкновенного праздника. Вот оно, как бы, такие особые отношения рождает. Спасибо, Анна Алексеевна. Спасибо за такой разговор. Спасибо. Успехов вам. До свидания. Спасибо.